Приветствую вас на первом циничном и на любопытном каналах. Уже сегодня вечером в 19.00 вы увидите последний сюжет. Последняя конкурсантка, претендент на звание Мисс Мужское Движение весна 2018. Завтра, в субботу, 26 мая, состоится подведение итогов конкурса. И сейчас несколько слов о том, как это будет происходить. Итак, завтра в 8.00 по московскому времени, в группе ВКонтакте, в нашей группе ВКонтакте, в территории свободных мужчин. Ссылка на нее, если кто-то не знает, в описании этого сюжета будет. В 8.00 я открою голосование. Все 5 кандидатов, 5 конкурсантов будут поставлены в том порядке, в котором они выступали. Это, кстати говоря, хронологический порядок. Если кто-то не понял, почему вот так, а не иначе, сама судьба так решила. Именно в таком порядке записывались интервью. Поэтому, как выступали, как записывались, так и будут стоять. Там будет голосование. Каждый сможет зайти и поставить за ту или иную участницу, отдать свой голос. Голосование будет проходить с 8 до 8. У нас все серьезно. У нас все как реальное голосование за президента. Понимаете, мисс мужское движение весна 2018, это никак не ниже президента Российской Федерации. Поэтому с 8 до 8.00. И еще для чего. Если кто-то вдруг из восточной части России, с 8 до 8.00. Но в любом случае вы успеете в более-менее адекватное время зайти проголосовать. То есть получается, что здесь в 8 утра, но максимум у вас будет ранний вечер. Поэтому успеют все. В 8 до 8 состоится подведение итогов. Но в 7 вечера начнется в 19.00 по Москве, начнется прямая трансляция, стрим на любопытном канале. Вот это прошу не путать не на первом циничном, а именно на любопытном. Опять же, кто не знает, ссылка на него в описании этого сюжета. Ссылку сделаю и на любопытном, и на первом циничном. Просто этот сюжет выложу и там, и там. Поэтому ссылка на канал, на котором будет проходить прямая трансляция. Как будет выглядеть прямая трансляция? В 7 вечера в 19.00 мы начинаем обсуждение всех конкурсантов. Обсуждаем с чатом, с вами, общаемся. В 8.00, то есть в 20.00 вечером. Именно в 20, да, не в 8. Подводим итоги. То есть я смотрю, сколько голосов за кого отдали. Ну, собственно, озвучиваю итоги. У нас, видите, ни бюллетеней, ничего. Все цивилизовано. Это вам не президента Российской Федерации выбирать. У нас все серьезно. Подводим итоги. Дальше. Дальше мы продолжаем обсуждение. Мы его продолжаем ровно столько, сколько будет нужно. Пока, ну, основные вопросы не разберем. Дело в том, что это очень полезный на самом деле был проект. Ну, был, он еще есть. Очень полезный. Можно вот на практике посмотреть типы женщин, сравнить, понять, где плюсы, где минусы. Самое главное, что это не такие, не типовые все-таки типы, не типовые. Но, тем не менее, это не типовые действительно женщины. Это не вот это вот потребительство бездумное. Это женщины так или иначе творческие. Посмотреть, сравнить, обсудить. Дальше. Когда обсуждение будет закончено, не знаю, во сколько это, как получится, начнется вторая часть. Здесь, если вдруг у вас слабые нервы, то сразу же со стрима выходите. Я скажу, что все, первая часть закончилась. Начинаем как бы вторую. Если у кого-то нервы слабые, все. Потому что первая часть, скорее всего, будет насыщенной. Часа три, я думаю, она потянет, не меньше. На вторую часть тогда не оставайтесь. Почему? На второй части я выскажу свое мнение, я его запишу заранее. Вот буквально запишу в эти дни. Выскажу свое мнение, свое предположение, почему за ту или иную конкурсантку отдали столько не иначе голосов. То есть не столько, а такое она место получила. Я свангую. То есть я, не видя результатов, напишу свои заготовки, свангую и озвучу. Почему, скажем так, к тем или иным конкурсанткам были вот такие, а не иные претензии? Почему вот такие комплименты, скажем так, в их адрес? Что лучше, что хуже? То есть я попробую оценить уже не просто конкурсанток, а оценить мужское мнение, мнение мужского движения относительно вот этих конкурсантов. И здесь может быть какая-то критика в адрес некоторых членов мужского движения. Поэтому, если нервы слабые, если самокритика это не ваше, то лучше не оставайтесь. Опять же, только нервы попортите. Ну вот, таким образом это будет выглядеть. Дальше. После подведения итогов, после озвучки голосов, чтобы не влиять ни на чье мнение, будет присвоен еще один, так сказать, приз, место. Это звание условно годной женщины, по версии Агана Себастьяна. Но озвучу я это только после уже подведения итогов голосования, чтобы не влиять ни на чье волеизъявление. Ну вот, примерно по такой схеме все будет происходить. Поэтому жду вас на субботнем стриме. Будет действительно интересно и, я думаю, даже жарко.